Приветствую всех, дорогие зрители, на канале Видео Людмила Цыганкова. Сегодня поговорим о творчестве, но, к сожалению, у меня не очень интересный период в моём творчестве, в рисовании. И мольберт сейчас стоит неиспользованный. И вот уже полмесяца я ничего не рисую после выставы, которая была, и ничего не продалось. У меня просто нет натхнения, нет такого вдохновения, потому что имею очень много картин. Картины более-менее нормальные, люди нравятся, но, к сожалению, не покупаются так, как бы человек хотел. И я сегодня задумалась, что же делать. Знаю, хотя у меня есть такая возможность, например, просто работать у сына там, но я этого не хочу. Я творческий человек, я поняла, тем более уже имея столько лет за плечами. Я имею того удивительного ребёнка, который отвечает за это творчество. Я открыта на всё новое, на всё необычное. Я очень уязвимая, я очень интересующаяся всем. И я не должна, я поняла, не должна заглушать этого голоса, голос моей души. Я должна творить. Но творить тоже нужно эффективно. То есть нужно так, чтобы твои продукты продавались. Иначе ты будешь творить-творить так, как я натворила очень много картин, имею их и сижу с этими картинами. И поэтому мне не очень хочется дальше рисовать. Я так просто анализирую, почему я остановилась, почему я не рисую. Конечно, я уже прошла некоторый период, выросла над тем периодом, когда я очень много копировала картины. Сейчас я хочу что-то своё творить. И иногда это делаю. Конечно, творю, пишу свои картины. Но всё равно это не то. Мне нужно, наверное, ещё созреть. Мне нужно переосмыслить, проанализировать свою душу. И, возможно, я ещё вернусь к рисованию. Но чем я хочу сейчас заняться? Я не хочу сидеть. Я хочу даже далее искать. Просто пойти на работу, как вот сын мне предложил к нему. Я тоже не хочу. Хотя у него можно отворить тоже бижутерию. И я начинаю задумываться над работой в интернете. Это называется информационный бизнес. Для меня это слово даже слишком громкое. Бизнес. Информационное творение. То есть я учусь работать в интернете. Я учусь что-то делать. Вот, например, меня заинтересовало такой вопрос, как слайд-шоу. Я подписалась даже на подписку одного интересного учителя, Татьяны Черновой. Буду стараться. Пройду её уроки. Пройду школу интересную. Мне это понравилось. Как понравился сам смысл делания слайд-шоу. И он близкий для моей душе. И поэтому я, наверное, не затрачу душу. Она не засохнет у меня, когда я буду творить эти слайд-шоу. Ну и попробую также, когда уже, конечно, буду иметь какой-то результат, научиться развивать свой канал на YouTube. При возможности буду, конечно, заниматься прежде всего своим каналом и учить других. И научиться делать слайд-шоу и преподавать. Мне это показалось хорошей дорогой для моей творческой души. Попробую. Так что, друзья, когда вас покидает муза, когда вы, как говорится, оказываетесь в пространстве, в закрытом пространстве и не знаете, что делать, всё равно не падайте, как говорится, в панику. Проанализируйте, подумайте, чего же у вас не хватает сейчас. Что вы хотите, над чём вы думаете. Поймите, о чём вы хотите что-то рассказать, как говорится, миру, знакомым, себе. И вы тогда начнёте, со временем сразу будет выкристаллизовываться, поймёте, что вы хотите делать. Не обязательно, например, не получается сейчас что-то. Это я говорю с свою точку зрения. Я немножечко отхожу и начинаю, как говорится, обрабатывать другое поле. Начинаю работать там. Но близко, близко ко всему, что близко моей душе. Так что не надо заламываться. Нужно проанализировать, нужно понять, нужно попробовать себя во всём. И вперёд. Я попробую. Всего хорошего. До свидания, друзья.